Волстит онлайн Каждую пятницу в 20.00 В этой комнате мы собираемся и рассматриваем фьючерсные рынки с точки зрения объемного анализа, профильного, дельты открытого интереса, новости и с недавнего времени полезный сайт всем рекомендую Finviz уже давненько он помогает и радует своей информацией очень удобно смотреть карту ну как видите в штатах за последние 3 месяца я выставил за мини квартал в общем позитивная ситуация там пару компаний не справились с реальностью а так в принципе Google плюс 15 JP Morgan плюс 5 в общем Bank of America плюс 6 и Apple плюс 5 процентов а такие как Amazon вообще плюс 30 ну новогодние праздники потребители растутся легче со своими деньжатами откуда кэш у Exxon на такой котировке по нефтянке не сильно понятно допустим если посмотреть на фоне ну по другим странам то что из-за котировок Петра Чайна страдает потом кроме Чайны страдает еще и где там эта компания да кстати вот по поводу Англии очень какие-то такие тревожные звоночки тут минус 12 Royal Bank потом у Ирландии тоже банки там не сильно хорошо себя начали чувствовать но они в принципе и предыдущий контракт как бы то есть какой квартал не на позитиве были возможно есть какая-то информация что там неужели англичане ничего не могут придумать ну в общем не ситуация не из лучших обычно они неплохо держались но тут в последнее время что-то у них особенно Ирландия которая достаточно такая так ну в штатах в общем и Канаде более-менее Бразилия конечно экономический бум все ждали так что вольет Америка много денег но как видите все сыпется абсолютно банковский сектор и в общем туда лучше не инвестировать точно так же Испания следующая наверное вместе с Португалией после Греции поэтому тут осторожнее в общем ситуация даже в Швейцарии видите банк минус 18 в то время как в штатах прибыль как-то подозрительно да и по по иди фишкам так ну индекс там все позитивненько технологии само собой финансовый сектор тоже здесь приток эти на инверсии естественно ну в принципе так держится более-менее остальные индустрии единственное вот gold miners слабоватенько но есть на то причины понятное дело а так в общем если брать в общем базовые еще удерживаются все производные вот 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 да вряд ли они дадут всем подарки влад они никогда же никому даже долг не отдают не то что да это был финист только что или вы не узнали из-за цвета темного но это по основным фьючерсам где-то мне нет лучше кастом процент где-то 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 гридл живут да basic метрилл ну в общем более-менее фармацептика себя чувствует причем чудом попал на исследования и статистику по фармацептики но с вектором на будущее ну такая фантастика было написано что я даже немножко задумался действительно фармацептика это фьючерс будущее так ну ладно не будем отклоняться от темы по новостям в первую очередь на следующей неделе понедельник индекс по продажам на рынке недвижимости там не завершенной продажи но в принципе рынок не сильно будет реагировать на этот счет потом во вторник по германии китаю британии и штатам индекс деловой активности не знаю что там за активность у них но все сыпется у них там красный какая-то активность у них слабая вот ВВП Канады в 16.30 во вторник и в среду индекс потребительских цен по евросектору штаты читаются в среду внимательно 2 декабря изменение числа занятых вне сель не сельхоз хозяйственном секторе и Канада решение по процентной ставке 18.00 опять же в среду в общем среда может немножко качнуть по волатильности может даже начнут сбрасывать декабрьский контракт по СНП там по некоторым индексам и в четверг решение процентной ставки евросектор аналитики ожидают на том же уровне и пятница опять же безработная и по Канаде по штатам ну в общем среда четверг центральные дни на следующую неделю по процентным ставкам в декабре будет достаточно много банков ну проводить заседание по процентной ставке 11 декабря наша текущая 11 процентов будет заседание потом уже где-то 3 ну мы это озвучил 16 будет по штатам декабря как раз опек пятницу вот как я упустил да спасибо что подсказали да вот подсказывают опек в пятницу я не углядел значит employment в 4 декабря пятницу плюс опек ну в общем среда четверг пятница будет неделька та еще значит в 16 число на штатах процентная ставка может быть драма ну в принципе как раз на стыке двух контрактов и рвануть могут серьезно ну если будут конечно изменения так ну я думаю что это заседание они еще пропустят не будут же портить праздники населению в Северной Америке так по отчетам компаний на следующей неделе отчитываются лукойл потом транснефть аэрофлот роснефть и на этой неделе отчитывался сбербанк если не ошибаюсь данных я так и не нашел хорошо читали если его нет вот уралкарий башнефть да сбербанк отчитывался и так нефть еще интерао в пятницу вот отчет но нет данных так ну вот в общем то такие события ждут поэтому следующей неделе может такое быть не из легких в принципе уже смена контракта на носу буквально пару недель и и ну долгосрочно рисковать если бы в начале контракта был такой трехдневный марафон по важным новостям с высокой волатильностью еще было бы ради чего то есть можно стать на два месяца позицию а до экспирации тут совсем ничего так ну начнем с смп и так индекс висит у максимума ну как и говорил по традиции они стараются на праздники не портить настроение американцам чтобы те не бегали по улицам и не требовали свои права в общем массив ядро уже четко можно выделить 2075 по 2090 ядро этого контракта поддержка очень объемная локация тем более отработали 2025 я думаю этот уровень можете себе сразу зафиксировать на будущее на следующий контракт из интересных и ключевых точек которые будем мониторить ну в общем 2015 20 так и из интересного и важных таких моментов обратите внимание на на ликвидность ну учитывая праздники снижение ликвидности само собой это ну ожидаемая динамика но прям так в общем на каких-то волшебных процентных ставках держится котировка индекса на максимуме за сколько времени и ликвидности абсолютно уже тут прям всю неделю практически не было так по открытому интересу сразу же при такой ситуации смотрите насколько позиции в рынке ну на смп можно только в режиме ну в интервале 1 день то есть 1 бар периодически закрывает ну вот поддерживали там чуть-чуть котировочку чтоб не рухнуло под праздники а так в принципе вот 4 дня подряд идет фиксация то есть оно и понятно перед праздниками перед рождеством днем благодарения выводят кэш и плюс еще ну в общем в европе неспокойно во франции в общем какие-то неспокойные времена пошли ну фиксация на максимуме контракта я думаю это логически правильное решение тем более под праздники смысл дальше держать неужели последние две недели будет 20-150 вряд ли ну могут конечно выбросить целеров которые тут запрыгнули но сегодня вот немножко открыли по отношению к предыдущим сессиям но уровень открытых позиций все ниже и ниже ну по динамике это зеленым цветом отображается сравнение идет только с предыдущим днем поэтому учитывайте этот момент вот если взять увеличить гистограмму то здесь видно что динамика вот этого роста на закрытие позиции постепенно постепенно выходит ну на следующей неделе я думаю немножко может вырасти как раз под новости новостные трейдеры запрыгнут может быть еще высоко частотники поработают и потом будет на спад поэтому в общем думайте стоит еще тратить время на эти две недели либо лучше отдохнуть так это вот критинтерес в общем существенных аномальных изменений нет поэтому инструмент будет скорее всего ждать среды четверга и пятницы скорее всего до пятницы будет даже до четверга всех мучить а потом коварно уйдут на фиксацию ну до экспирации так дельта тоже ничего интересного буквально подбросили покупок на вот этой коррекции до уровня который самый первый уровень поддержки ближайшей сессии все то есть никаких вспышек ярости дельта в пятницу на стороне селера ну на таком уровне это нормальное явление фиксация перед выходными плюс праздники поэтому тут пробьют 265 я думаю там потихоньку дойдут и до 2000 где закроют этот контракт не знаю мне не говорили но это в принципе даже и не важно они отработали уже свой тренд я думаю что мартовский контракт будет тоже не из легких если они осень продержались ну да да скорее всего до смены престола пока обама не уйдет там за полгода либо за месяца три начнут валить этот фоновые и тогда уже может сильно будет ну снижение как раз смена президента все 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 спишут у нового президента так это штаты сейчас все выделим ну тут нечего даже смотреть прошивая неделя была очень коварная те кто не видели манипуляции на S&P тут каждый день в общем как произведение искусства можете себе даже сохранить скриншоты абсолютно коварно и жестоко особенно во вторник потом резко успокоились в среду просто в штиль ушли такой прям даже не поверилось что такие можно моделью создать на волатильности то есть на отсутствие волатильности в общем показательная неделя так ядро давайте выделим чтобы вы ориентировались по этим уровням куда там пытаются расширить завтра ой с понедельника в общем 20.85 и 20.90 тут основной объем этой недельки сегодня black friday там распродажи идут и затем потребители будут меньше ну вот пока будет новый год еще будет как-то потребитель естественно расставаться с деньгами и потом я думаю экономика немножко просядет как раз будет февраль может март может и сна в связи с того что там с процентными ставками будут делать и вопрос с серии офис x где ты тут в общем дальше потихонечку идут несмотря на тенденции и новостной фон вместе с событиями во франции в общем евро стокс 50 практически на слабой ликвидности очень два дня последних идут очень таким на на колосту скорее всего и рост идет возможно чисто на выброс по стопам поэтому сейчас посмотрим еще дельту если на дельте будут признаки то скорее всего это так потому что без ликвидности дальше толкать этот евро рынок ну вряд ли получится у них так просто на чем не понятно только на распродажах разве что да кстати те кто использует волфикс советую недавно обновление было таймзон то есть вы можете себе выставить какую-то определенную определенный участок целого временного периода допустим там американскую сессию выделить либо европейскую сессию выделить либо какой-то определенный участок ну времени очень удобная вещь когда допустим мониторишь либо даже сбор статистики сразу ориентируешься на то что тебе нужно и в общем применяйте стоит применять так тут у нас по fsx отключены что ли фильтры да нет да даже дельту сделали ну дельта достаточно на все сессии которые создали на рост одинаковые 24 23 тысячи собственно спрашивается кто это так две сессии на бай и вот сбрасывают то есть пятница на фиксации но не агрессивно тут как-то спокойно на 35 на 35 2 0 реагирует возможно какое-то время еще создаст спрос этот праздник на планете ну давайте сместим ядро потому что данные нужно корректировать 34 2 0 34 50 ядро контракта но поддержка на уровне 33 60 сейчас я выделю пускай будет у вас 33 65 это в общем момент когда уйдет физикс ниже этой поддержки уже с покупками лучше повременить не стоит в первую очередь как раз сразу брать как бы коррекцию да с расчетом что это коррекционный момент так дополнительно второго уровня ликвидность тут прошла так так и да так 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 немножко сожму шкалу но в рабочем режиме лучше работать с минимальным шагом цены потому что это сжатие шкалы но но в таком масштабе там one day еще более менее на мелких масштабах лучше работать с чистой информацией так ядро на даксе тут 10 760 10 980 тоже расширили тоже мало ликвидности в такой период это сезонность так постепенно восстанавливается ликвидность будет после 10 января может раньше в контрольный уровень поддержки то же самое как на fsx если уйдут уже ниже этого уровня лучше пока не покупать не работать на покупку долгосрочно так и 10 135 это второй уровень важности с маркером поддержки ну и начался тренд прямо с этих уровней 94 90 и 97 2 0 набрали такой пакет за две недели потом еще набрали и вот висят пока на максимуме возможно еще проболтаются где-то на верхушке ну на экспирации посмотрим если евро зона по процентной ставке удивит понижением в отрицательную возможно кто-то знает уже о решении и уже затариваются правда ликвидности как-то нет вот так ртс по поводу рейтинга трейдеров стоит ли его дальше учитывать мониторить комментировать нужно ли вообще это соревнования так возьмем этот уровень 83 по 84 и 300 здесь но старались в общем не пускать ниже 83 объемчики подбрасывали три раза первый раз здесь потом тут поддерживали и тяжело но получилось последний раз вот под дельте я думаю сразу вы видите это ртс обратите внимание на дельту сегодня смотрите давайте не каждую каждый волосы это на а в конце контракта вот по завершению контракта и все раз три месяца чисто сводка кто у нас за три месяца действительно талант потому что за неделю там не часто бывает а сейчас тем более праздники будет там я уверен что активность будет поменьше ну в общем тогда к ближе к экспирации думаю на следующей неделе через неделю озвучим героев так это два ключевых уровня ближайшие которые вам понадобятся обязательно обратите внимание на дельту сегодняшние сессии в коридор практически весь с 86 300 по 85 200 за забросом продажами сейчас посмотрим как там на открытом и как там остальных остальным данным так тут у нас ну в принципе по уровню 3 восьмерки по 85 500 этот диапазон даже на следующий контракт будет важен ликвидность которая была брошена на создание вот этого роста сейчас проходит в крайне важную проверку в принципе не ну вы по идее не должны пустить ниже 83 84 то есть они уже три раза там бросали все силы как видите поэтому это поддержка контрольная и если все таки уйдет нефть и с ней пойдет ртс выглядит как-то ну ликвидности мало эти три сессии может быть из-за этого и корректировка себе отрисовалась маленькая но посмотрим в общем главное чтоб не пробили в этот уровень потому что потом может в снежный ком начнут другие участники реагировать на этот импульс так ну и в начале первые вот несколько недель тут первый объем вернее первый массив крупный локация 76 500 70 8 700 рост создали так ну в общем просто уровни которые важны этот диапазон как ядро контракта то есть выше байеры стараются ниже селеры стараются внутри этого диапазона экватор ну либо нейтральная территория золото мы рассматриваем каждый волосит онлайн так дальше так 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 но дельта мы посмотрели здесь ртс еще нужно на открытого интереса смотреть ну в общем ажиотажа особо нет то есть массово никто не заходит на ртс и желающих не так много как видите даже шортить в общем сильные динамики будем ждать скорее всего участники просто в ожидании роста барреля нефти и тогда найдет начнется приток по и по ликвидности и по активности но пока видите все в ожидании то есть уровень ну стандартный на фоне этого контракта но не самый лучший там за последние несколько кварталов ну и рубль 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 рублю так ластер профайл так как видите здесь также ликвидность ниже стала вот эти три локации сформировали самую активную по ликвидности массивность тут ядро контракта проверю даты все правильно топовая самая пиковая ликвидность в этом контракте вот было 23 6 420 и в этом коридоре рубль так и остался никаких дисбалансов не создали и бросили чтобы перед праздниками удержать либо противовес ну в общем тут похоже что стараются прям под линеечку так что технический анализ еще применять можно так 64 63 63 63 200 тут просто плита поддержки и позиционно такой уровень если пробьют то отлично здесь так же значимый уровень 67 68 мониторить обязательно тут главное чтобы не пробили так ну в общем я думаю что если нефть более менее успокоится со своей стоимостью то мы быстренько с этих уровней уйдем но так давайте на дельте посмотрим что там на рубля фичи происходит ну как видите покупают три дня два процента от объема покупает но ликвидность не огромная но активность у байеров а самая ликвидная сессия у нас прошла на стороне селера на скорее всего бросили кучу объема чтобы тормознуть покупки преждевременно перед праздниками может быть так ну в общем вот этот массив на следующую неделю ключевой то есть тут очень неплохо бросили 23 числа и я думаю не просто так давайте посмотрим еще на споте так 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 ну с 25 числа ликвидность пониженная идет объема 23-го и 24-го основные прошли вот этот уровень 66 65 и 30 можно оставить значит поддержку удержали вот эту отработали теперь мы расширяем уровень до уровня который создал защиту предыдущей поддержки то есть эта поддержка уже как суммируется можно сказать поэтому это ключевой уровень поддержки и собственно сопротивление уже на уровне 64 64 67 вот потому что здесь уже практически торгуется в этом ядре ну в этом массиве у которого сформировался еще в начале осени и ну как-то планово они расширяют как видите коридор просто вот как будто под расчеты какие-то идут поэтому рост этот идет нездоровый так посмотрим на рубли подкрытого интереса как дела ну судя по всему это вот этот уровень и не больше активности практически ну нет мелкие вот эти вот поддержки вернее не мелкие а поддержки ключевой которые созданы они в принципе заметно что они позитивным решением участников а какие-то манипулятивные что импульсы одинаковые практически и в общем ждем пока нефть более-менее начнет себя вести хорошо так кластер шарт так тут пониженные идут обороты по дельте и ну 66 и 8 вот уровень на проверку но уже второй раз подходит очень неплохо кстати три четвертый раз может быть на пробой здесь поддержку сразу на споте мы берем 64 15 и 65 это первый уровень который на следующей неделе может встретиться в валюте так евро сбер можно еще нет сейчас валюты закроем чтобы не было так в общем такая активность по дельте прошла сегодня на самом минимуме контракта и где там дневные интервалы ликвидность идет под линеечку уже вот целый месяц не падение ликвидности не снижение то есть это такая вот модель на снижение достаточно часто раз заканчивается ростом ну посмотрим но ликвидность как видите идет идентичная на каждой неделе чуть ли не не даже по дням недели соответствует ну не знаю какие там происходят процессы но решение по процентной ставки не забудьте в еврозоне на следующей неделе тут у нас ядро причем обратите внимание сколько времени на те недельные отключу сколько времени находилась евро на этих ценовых уровнях и сколько здесь буквально недельку полторы но ядро уже здесь ну максимальный объем скажем не не ядро а именно максимальный объем сконцентрирован вот достаточно быстро разместили в этой сессии и в принципе если будет расширять будет выше 0757 тут с в сочетании с повышенной ликвидностью может быть там развороте с какой-то либо хотя бы коррекционный момент до 1040 10 0 ой не 10 1 0 88 как сопротивление возьмите здесь очень поспешно до загрузились на дальнейшее снижение поэтому ну не свежий уровень но но могут немножко там остановить движение классы чар смотрели тут активная продажа была как раз вот в районе 07 его и придерживаетесь как сопротивление первое контрольное тут пятницу небольшие покупки прошли но это же черная пятница так на самом деле вот порядка чуть больше часа идет волстит онлайн а я столько трачу на снп когда готовлю торговую сессию мне на 1 смп столько уходит времени мы очень быстро просматриваем все и не все даже учитываем так тут понятно набирают набирают чуть-чуть сбросили правда на минимуме но это у них последние несколько контрактов такая тенденция значит два по моделям одинаковых дня и здесь по моделям американская сессия идентична второй то есть ну опасно опасно сейчас тут работать выделим уровни 06 по 05 78 это за два дня одинаковых ну по ликвидности разных тут немножко больше конечно было уйдут ну ниже 05 78 ближайшие диапазон наверно 44 или 56 точно покупать даже не стоит думать раз они даже тут не могут удержать то что можно говорить так сопротивление еще с этой сессии 06 35 вернее бордовым светом 06 55 тут за два дня и два раза еще и прощались ну так что осторожненько тут уровень может быть коварный будет ли тут поддержка посмотрим но сессия сегодня самого самая самая такая повышенная дисбаланс по дельте фунт за за фунт вот активность так активность видите тут активно покупали вот разница между евриком и фунтом фунт менее популярный фьючерс то есть самая самая звезда это евро и там нет 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 не так чище дельта а вот фунт видите здесь обе точки поддержки они четко отобразились по по дельте без вопросов на еврике можно такое увидеть тяжело даже представить ну грязная дельта идет так но сопротивление здесь так и стается железно за этим уровнем на ps4 75 по ps4 потом еще на проверку уровень 5260 тут реверсивная модель причем 7 тонн на агрессорах на совести висит и тормозили продажи 14 тонн 6 и сегодня даже три с половиной практически тонны на поддержку получится удержать не знаю но если у тут ниже 50 50 точно пока покупать не стоит попытки были здесь что там и все поэтому площадка должна твердо сформироваться под под экспирацию вряд ли будут формировать если еврозона в следующей неделе что-то поменять по процентной ставке мог конечно зайти и толкнул все-таки движение будет и не только на еврике на и на фунте и на остальных сопутствующих валютных фьючерсах но площадка должна сформироваться тут за день день они не развернуть маркет в индекс доллара да хотел показать вам 100 есть и ключевой уровень по объему ближайшие это 903 9039 у нас экватор как только уходит под экватор стараются селлеры работать против них нежелательно и потом промежуточная загрузка вот полтора сессии 98 15 возьмите себе на ориентир ядро так и осталось в районе 96 95 ликвидность потихонечку падает так сберли просили сбербанк на этой неделе почитывался вы торгуете с отлаки торгуете сбер золото так как сбербанка читался не знаю как сбербанка считался дмитрий дмитрий а я думал вы торгуете дмитрий уже нет наверно не дождался так тут все аккуратненько и ликвидности тут набросали на на ухты и смотрите какие две цены тут дмитрий дмитрий появился значит сто восьмая обязательно тура цена на которой магическим образом прошел объем невероятного масштаба и цена и принципе коридор тут повышена ликвидность в общем берите за ориентир объемчик кто-то очень везучий разместил сто девять сто десять пошла сразу реакция даже не прощались с уровнем поэтому до загрузка ближайшая вот промежуточная на соточки прошла как раз тут и начали ликвидные сессии идти и ближайший привал на 95 и 5 тут и 93 с копейками за две недельки справились тоже на повышенной а не 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 тут часть была на повышенной вот эти сессии часть стандартная ликвидность по прогнозам так вы имеете ввиду в вопросе вот этом дмитрий а вы имеете про сбер я все 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 понял ну в общем четыре площадки они все в принципе на поддержку тут вот можно даже объединить вот 90 по восемьдесят шесть и пять это можно как одну совместить резбербанка ну в принципе если на светлое будущее то не ниже 95 должны уходить резко конечно расширили перед праздниками и за остыли ну вот как видите здесь неделя максимум две на уровне держались сейчас посмотрим по дельте сбербанк так как у нас есть дельта и все агрессор так так 104 и 108 дельта была 24 числа тут на продажу такая эти за последнее время наверное первая такая весомая но я имею ввиду за осень сейчас мы посмотрим где именно там наследили продавцы 189 да даже 107 коридор тут очень ты в принципе 106 коридорчик тут серьезно разместили его четверг и сегодня тоже на селере поэтому коррекционный момент почему бы нет так нормально осень отработали так что пока подождите с покупками ну и в принципе зачем покупать еще армагеддона на продажу нет если отчитались в рамках ожидания то осталось только нефтянки остепениться и все будет все будет хорошо ну позиционно вот если будут стараться удерживать выше 96 90 второй с половиной это хорошо еще можно терпеть если же уйдут ниже 90 их 88 уже надо смотреть что там за проблемы золото надо так все золото где-то меня золото ну вот шорты идут сейчас видоск подключу другой мама родная да новый контракт начался жесть сейчас я посмотрю лимиты там правильно стоят чуть поменьше поставим пятьсот 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 сейчас клейку посмотрим смотрите как тут ликвидность набирает обороты даже ухты если нефти дальше будет падать то может и тысячи ниже тысячи выйти нефть же влияет на стоимость золота добыча золота транспортировки разные то есть там кучу финансовых инструментов связаны на нефти до золоте да тут как бы сейчас посмотрим на серебре такая же по дельте активность в принципе она должна быть соответствующей ну они не должны идти в разнобой в плане так серебро теперь не в не вбивается теперь рубль выбивает сейчас на комикс идем сейчас на комикс идем это должна быть агрессивная на продажу да такая же очень агрессивная но в плане всю неделю стояли на продажах я думаю толпу точно буду сбрасывать потому что здесь очень очевидно незавершенная модель блюдечка либо как там двойное дно и там начнут сейчас скидывать толпу сто процентов это как минимум а дальше уже посмотрим по данным которые будут идти ну в общем соответствует поэтому да могут быть шарты еще если не сброс стопов то еще толкнуть цену ну если будут выше 14.38 на неделе то не сразу реагируйте на этот пробой потому что могут сбрасывать и тех и тех а чтобы селера сбросить с этих продаж надо толкнуть до 14.56 это может и выше так ну а теперь собственно виновники всего процесса это light и бренд так январьский контракт тут 44 плита тут жесткость напали на фьючерсы и 44 даже ниже тут коридор такой хорошенько плотно поработали в общем вот он вот он уровень номер один на данный момент на следующую неделю по нефтянке тут как видите ощущение что все силы бросили не и странным образом особо никуда и не толкнули эту цену так если будет спрос и будут все таки расширять качеровочку наверх нужно вот эту сессию обязательно пробить коридорчик это 45 и 7 46 4 тут коварным образом на максимуме топовая ликвидность за текущий контракт по нефтянке сейчас клейку посмотрим так так ну в общем контрольный уровень 43 и 8 44 и 65 ликвидность немножко понижен на последние две сессии оно и понятно ну в общем хороший и очень хороший знак будет пробить и 45 и 7 46 и 4 это по бренд а по лайт так надо чуть чуть попроще котировочку сделать так так без клейки смотрим чисто январский ну ты значит в этом флете якобы да ну импульсивно проскакивают очень часто байера то есть селлеры есть но они вот идут по ликвидности малость поменьше диапазон где работали байера вот на уровне 42 и 5 возможно дешевую нефть кто-то скупает на всякий случай ну в общем активность байеров присутствует и это радует ликвидность сейчас пришлось на вот эти две сессии как раз на расширение на покупку поэтому атака 43 и 3 будет в принципе неплохим триггером на потенциальное расширение до до 120 долларов за баррель шучу конечно 44 45 там сейчас мы склейку добавим значит агрессивная плита 43 и 44 тут первая проверка вот как раз ее уже проверили и реагирует в общем закупка как аномальный объем не зашел как видите стандартно в районе осени уровень ликвидности идет то есть тут аномально кто-то не закупает не то есть в рабочем режиме и посмотрим как на следующей неделе я думаю опек пятницу решится вопрос нефти и тогда уже начнется какое-то движение спекулянтом принципе все равно главное чтобы было движение заработать можно и на падающем рынке и на росте так даже вот такой коридор 41 и 5 42 5 возьмите тут плотненько поработали под этим так ну в принципе на сегодня все спасибо что посетили не забывайте на ютюбе будет запись там сегодня-завтра следующий волосы там лайн следующий пятницу тоже будет перед волосы открытый вебинар не были на минут 30 40 вам тоже спасибо хороших выходных с наступающими праздниками надеюсь что в 2016 год будет более спокойным во всем мире и весь этот безумный мир успокоиться и будет все хорошо и спокойно восстановятся экономики у всех будет ощущение спокойствия и стабильности вот если так было было вообще классно до следующей пятницы до свидания пока